Далее я буду говорить на немецком, уважаемый президент, так как я не настолько силен в русском, как вы в немецком. Я знаю, что вы хорошо говорите на немецком. Я посылаю вам это обращение и адресую его лично вам, чтобы сказать вам, что здесь в Западной Европе тоже есть еще трезвомыслиющие люди, не все, и это касается всего населения Европы. Остальные позволяют хорошо отработанному аппарату американской пропаганды сыпать песок в глаза. Есть еще думающие люди, и потому что мы думаем, я решил обратиться к вам и сказать, что мы вас поддерживаем. Сейчас опять идут сплетни, что вы заболели, потому что вы шесть дней не появлялись на публике. Если так рассуждать, я знаю, что вы человек с хорошим чувством юмора, то госпожа Меркель уже должна была бы быть мертва, потому что ее тоже уже давно не видно. Я надеюсь, что вы здоровы и здоровы будете. Это абсолютно очевидно для каждого, кто не слеп, что Россия не является агрессором. Агрессия исходит совершенно очевидно от Запада, точнее от США. Нам здесь на Западе все время рассказывают и вменяют, что Майдан это было как бы, как бы это назвать, это было восстанием народа, которое привело к образованию нового правительства. В действительности же, это было свержение избранного президента Украины. Это путь, который был американцами организован и проплачен большими деньгами. Такой же, как в случае с Альенда в Чили. И в этом для думающего человека не может быть никакого сомнения. И я думаю, что вы, господин президент, в этом тоже не сомневаетесь. Также потому, что вам помогают порядочные американцы, которые раньше работали в высоких кругах в американских спецслужбах, которые с отвращением покинули ту систему, которой раньше служили. Бывший офицер ЦРУ Рэй Гамарн говорит о том, что ЦРУ – тотально коррумпированная организация. Я позволю себе предположить, что в ваших спецслужбах дела обстоят иначе. Потому что, в отличие от глав западных демократических правительств, вы не заинтересованы в деньгах. У вас их предостаточно. Это вы уже доказали тем, что вы своими деньгами создали заповедник, который охраняет военные ради спасения последних сибирских тигров и снежных барсов. За это вам еще раз моя личная благодарность, господин президент. Только это показывает, что вы не можете быть плохим человеком. Вы точно стойкий человек. И тем, кто знает вашу биографию, это известно. Но я знаю, у вас есть чувство юмора, и я знаю, что у вас есть сердце. И это главное. Управлять такой страной, как Россия, себе не может даже представить ни один западный человек. Не знают, как управлять такой большой страной. Не могут даже представить себе ее размер, а тем более понять и осознать душу русского народа. Я вас понял. Я видел вашу страну. Я был на Украине. Я много лет жил с женщиной с Украины. Я даже там жил. Поэтому я имею представление о людях, которые там живут. Я в этой стране. И именно этого и не хватает большинству, которые здесь, на Западе, ведут пропаганду против России. Если бы они знали то, что знаю я, то им бы не пришли в голову такие глупые идеи, которые отчасти даже показывают в лучшее время в новостях на немецком телевидении. Врут в лучшее время в главных новостях на немецком телевидении. Врут. Только представьте себе. В это же время вас обвиняют в том, что вы манипулируете госканалом. Если кем-то и манипулируют, так это западной пропагандистской прессой. В этом я полностью уверен. Ведь каждая серьезная журналистская работа пришла к одному результату. Россия не агрессор. Россия неоднократно предлагала дружбу Западу. Вы, господин президент, неоднократно предлагали дружбу Западу. Я посмотрел много ваших выступлений в оригинале и постарался их понять. И поверьте, я вас понял. Если бы я был канцлером Германии, то у нас не было бы этих проблем. И говоря простым языком, моя голова не торчала бы в американской заднице. Но каждому свое. Все доказательства, все расследования журналистов показывают однозначно, откуда исходит агрессия. Были посланы 300 американских солдат на Украину. Вроде как бы для обучения артиллеристов. Нам так рассказали. Эти 300 солдат, это специальная разведывательная группа рейнджерс. Я еще ни разу не слышал, чтобы специальные разведывательные группы обучали артиллеристов. Поправьте меня, господин президент, если я ошибаюсь. Вы уже об этом слышали? Я подозреваю, что нет. И вы разбираетесь в этом намного лучше, чем я когда-либо буду. Это ужасно. И поэтому, глубоко уважаемый господин президент Путин, сохраняйте и дальше спокойствие. Не позволяйте себя провоцировать. Но если все же дойдет до самого страшного, то есть старый призыв Красной Армии. И тогда можно сказать «Смерть фасшисти-оккупанти». Хочу еще раз вас поприветствовать и пожелать вам здоровья. Может, вы когда-нибудь услышите то, что я хотел вам сказать. Я буду надеяться, что со мной многие люди в Германии, в Европе, во всем мире, что они сохранят стойкость. И те, кто верят в Бога, они даже молятся за вас. Желаю вам хорошего дня и привет из Германии.